Омская область в четвертый раз подключилась к масштабному патриотическому маршу эстафета памяти. В течение трех недель молодые люди будут торжественно передавать из рук в руки копию Знамени Победы. В колледже транспортного строительства, который стал первым в череде вузов и СУЗов, принимающих участие в акции, к этому подошли творчески и ответственно. Это очень знаменательно, что в нашем учебном заведении начинается эстафета памяти учебных заведений среднего профессионального образования. Наше учебное заведение, я надеюсь, достойно этой памяти. Создано учебное заведение очень давно, год образования 1900-й. У нас учатся полторы тысячи студентов только научной форме обучения. И ребята, конечно же, стараются быть достойными наших отцов и дедов. Память, вот думайте, память. О чем память должна быть? А память о том, что было совершено во имя своей Родины. Защита ее, освобождение, изгнание ее и жертвы ее. Вот эта память должна храниться во всех. Если этой памяти не будет у людей, если эта память потеряна будет, слабость будет в государстве. Почему? Духа нет. Ведь что такое память – это духовное начало. Без этого не может быть, когда у человека есть память о родственниках потерянных, о своих близких. Он с гордостью, с радостью идет как почтить их. Почтить, понимаете? А что такое почтение? Уважение. Афанасий Кухтин участвовал в битве за Днепр, освобождении Белоруссии, Прибалтике. А сегодня пришел рассказать молодым людям, что для него значит знамя победы. Помимо этого, на торжественном концерте, приуроченном к старту эстафеты памяти, студенты смогли узнать больше о самом знамени победы. Молодым людям напомнили, как и когда флаг был водружен над Рейхстагом. Также со сцены прозвучали стихи о подвиге советских солдат. Почтить своих предков, чтобы не забывали о подвигах, которые они совершили. Пишем письма ветеранам. Потом у нас будут еще концерты к 9 мая. Также и конкурсы разные, конкурсы рисунков даже будут. До 28 апреля студенты будут торжественно передавать копию знамени победы. Военный стяг побывает в 18 вузах и СУЗах. В каждом из них будет организовано несение вахты памяти.